Привет! С вами Евгеньевич, вы на канале RedArmy Airsoft и мы продолжаем, наверное, уже серию обзоров на привода для CQB. В этот раз это будет новинка от ICS, это CXP Mars PDW-9. И раз уж мы так часто в названии приводов используем аббревиатуру PDW, то давайте уже разберемся, что это такое, зачем это нужно и главное для кого. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. Как вы уже догадались, дело пахнет введением в матчасти и исторической справкой, поэтому если вам срочно нужно посмотреть именно обзор на этот привод, то сразу проматывайте вперед по тайм-коду, он есть в описании. А если вы готовы прослушать кусок познавательной информации про PDW и зачем он был придуман, то не проматывайте. Итак, аббревиатура PDW расшифровывается как Personal Defense Weapon, то есть персональное оружие самозащиты. Предназначенное для тех категорий военнослужащих основное оружие, которых танк, САУ, вертолет, самолет и так далее, то есть различная военная техника. И если во время боя боевая машина подбита, но экипаж остался жив, то ему остается либо обороняться до прибытия союзных сил, либо самостоятельно драпать в сторону этих союзных сил. Но так как противник обычно не горит желанием живьем отпускать экипаж подбитого танка или вертолета, то этому самому экипажу, чтобы выжить, придется как-то воевать своими силами. Лучше всего воевать автоматом или даже пулеметом, но есть нюанс. Эти виды стрелкового оружия обычно имеют достаточно большие габариты, из-за чего они не всегда подходят для размещения внутри отсека для экипажа боевой машины. Да и в случае, если нужно будет очень срочно покинуть подбитую машину, никто не будет тратить драгоценные секунды, чтобы вытащить из нее что-то габаритное. Поэтому личное оружие должно быть компактным. Один из вариантов личного оружия – это пистолет. Но в бою с противником вооруженным автоматом пистолет не то чтобы особо эффективен. Значит, это должен быть складной и компактный автомат или пистолет-пулемет. В США этот вопрос решали, выдавая пилотам и танкистам пистолет-пулемет ХК-МП-5 со складным прикладом. Эффективная дальность огня до 100 метров, фулл авто и приличная кучность боя. Согласитесь, это уже намного лучше, чем пистолет. В СССР и России танкистам и самоходчикам, например, выдавали обычный АКС-74, а позже АКС-74У. А это уже лучше, чем просто пистолет-пулемет. Так как полноценный промежуточный патрон – это большая дальность ведения огня и пробивная способность пули. В 90-е годы в США был принят на вооружение карабин М4, а позже М4А1. И предназначался он в первую очередь для вооружения экипажей боевых машин. Это уже потом, оценив эффективность этого карабина в городских условиях, им вооружили почти всех остальных военных. Во второй половине нулевых компания Knights Armament или КАЦ разработала автомат, который так и назвала – КАЦ-PDW. Это уже было специализированное оружие под задачу. Компактные габариты, складной приклад и небольшой вес. Эффективная дальность огня до 300 метров. Новый патрон 6х35 PDW с приличным пробивным и останавливающим действием. Все бы хорошо, но массовое внедрение нового боеприпаса и оружие под него в вооруженные силы стоят немалых денег. Поэтому военные, скорее всего, сказали – круто, конечно, но покупать мы, конечно, ничего не будем. И КАЦ-PDW не был принят на вооружение. Известно, что он закупался в небольших количествах специальными подразделениями ФБР и полицейскими СВАД. Но на этом все. Это, конечно, все очень интересно, но какое отношение имеют МП-5, АКСУ или КАЦ-PDW вот к такой арке под пистолетный патрон? Абсолютно никакого. В мире огнестрельного оружия карабины на базе AR-15 под пистолетный патрон никогда не использовались военными или полицейскими подразделениями. По крайней мере, я такой информации нигде не нашел. Огнестрельный прототип такой арки – это сугубо гражданская вещь, появление которой было обусловлено законодательством США. Если вы гражданский стрелок и хотите пострелять из своего карабина под промежуточный патрон, вы можете это сделать только на специально оборудованном стрельбище, которых в округе может оказаться немного и ехать до которого может оказаться достаточно далеко, а стрелять из карабина хочется почаще. А еще есть более распространенные пистолетные тиры, которым предъявляются менее строгие требования со стороны закона и правил по безопасности помещения. Именно поэтому они распространены намного больше и зачастую могут быть недалеко от вашего дома или работы. Но стрелять там можно только из пистолета или пистолетным боеприпасом. И вот появилось решение – берем популярную арку, делаем ее под пистолетный патрон и спокойно стреляем. А еще в рекламных целях сюда часто притягивают самооборону для дома. Мол, пистолетный патрон имеет меньшую пробивную силу и меньший риск пробить стену и завалить соседа. Но будем честны, что это все-таки рекламный ход, потому как на дистанции 15 метров пистолет или дробовик 12-го калибра будет намного эффективнее. Пистолет тупо мобильнее, а снопом картечи из дробовика попасть на такой дистанции куда проще. Так при чем тут PDW? Абсолютно ни при чем. Просто нужно было как-то назвать этого ублюдка, а PDW звучит намного лучше, чем хрень, которая нужна, чтобы обойти закон или чтобы стрелять в любом тире. И теперь, когда мы разобрались, что такое арка под пистолетный патрон и почему она не нужна военным, можно посмотреть на страйкбол. А в страйкболе все как всегда встает с ног на голову. Боеприпас у всех один, 6-ти миллиметровый шарик. Энергия выстрела, кучность и дальность зависят только от внутрянки, которую можно впихнуть в практически любой корпус. В итоге мы получаем, страйкбольный цирк стреляет курс как печенек. Поэтому, если взять практически идеальный для целей страйкбола форм-фактор R15, прилепить к нему компактные магазины от PP с той же вместимостью, что и стандартные автоматные магазины, то мы получаем эффективный и компактный автомат для игры в страйкбол. Так что, если вы не копируете военных или спецназ и просто хотите эргономичный привод для пострелушек, то различные варианты арки с 9-ти миллиметровыми магазинами это очень неплохой вариант. Именно поэтому ICS, кстати, как и другие компании, решили сделать привод в таком форм-факторе. Но, как всегда, со своими фишками и нюансами, с которыми мы сейчас разберемся. PDW-9 от ICS не копирует какой-то конкретный и реально существующий в мире огнестрельного оружия образец. И, как мы уже разобрались, это даже не имеет особого смысла. Форма ресивера лишь слегка напоминает VL-Tor Moor или ресиверы от Magpul, но не более того. Ресивер выполнен из алюминиевого сплава, покрытие анодирование. В верхней части есть длинная рельса для установки прицелов. Органы управления достаточно стандартные для приводов М-серии, за небольшим исключением. Например, кнопка сброса затвора с задержкой тут находится рядом с шахтой магазина. И поначалу ее вообще можно спутать с кнопкой отмыкания магазина. Кнопка сброса магазина тут увеличенная, попасть по ней пальцем очень легко. Продублирована с левой и с правой стороны. Еще магазин можно отомкнуть при помощи вот этой клавиши в тыльной части шахты. В этом случае механика отмыкания чем-то напоминает АК. Спусковой крючок прямой, спортивного типа. Флажок переводчика огня двусторонний, имеет тугой ход и четкие положения. Потянув за рукоятку заряжание, можно получить доступ к регулировке хоп-апа. Шторка затвора встает на задержку, чтобы вам было комфортнее регулировать хоп-ап. Закрывается шторка, как я уже сказал ранее, с помощью клавиши сброса затворной задержки. Цевье тут модное, с закосом под облегченное спортивное. Вместо планок тут интерфейс M-Lock. Даже в верхней части рельса тут не сплошная, а с вырезом посередине, чтобы было намного комфортнее делать хват а-ля Крис Коста. Пламегасителя тут нет. Вместо него установлен глушитель, который частично утоплен внутрь цевья. Так что, если вы захотите поменять его, например, на трассерную насадку, смотрите, чтобы она подошла по диаметру. Слишком толстую насадку вкрутить сюда не получится. Резьба для глушителя стандартная M14 левая. Пистолетная рукоятка с закосом на МакПул Мой К2. С меньшим углом наклона, чем стандартная М-очная рукоятка. Причем с намного меньшим. Угол наклона у такой рукоятки всего 20 градусов. Производитель, кстати, очень гордится такой рукояткой, так как в таком положении удерживать ее намного комфортнее, так как рука меньше перегибается и меньше устает. Штатные прицельные приспособления – это складная мушка и диоптер. Устанавливаются на рельсу. Приклад тут на вид достаточно массивный, но он легкий, внутри имеет большой отсек под аккумулятор и достаточное количество позиций для регулировки по длине. Регулировка приклада по длине происходит с помощью нажатия клавиши в нижней части. Рядом с ней находится антабка для ремня. Кстати, обратите внимание, что крепление приклада к ресиверу тут свое уникальное. Поставить обычную трубу не получится. Магазины свои уникальные. Внешне и по габаритам они выглядят как увеличенный магазин на 32 патрона для пистолета ГЛОК. Что неудивительно, так как в мире огнестрельного оружия такие магазины достаточно распространены. В комплекте с приводом идет бункер на 330 шаров. Отдельно можно купить механы на 120 шаров. Помещаются они в обычный подсумок для магазинов ПП и в соответствующие вставки-инсерты в жилетах или нагрудниках. Таким образом, на достаточно небольшой площади можно разместить внушительный боекомплект. Если вам, конечно, будет не жалко выложить за него немалую сумму денег. Магазины тут не дешевые. Каждый механический магазин обойдется вам в 2300 рублей. С другой стороны, вам, наверное, было бы жутко стыдно, если бы к вашему лакшери-приводу продавались какие-то дешевые магазины. Как и во всех приводах от ACS, в PDW-9 установлен сплит-гирбокс с быстросъемной пружиной. То есть блок с мотором, контактной группой и шестернями находятся в нижнем ресивере, а цилиндропоршневая группа в верхнем. Чем удобна такая схема и в чем особенность такой внутрянки, я более чем подробно рассказывал в обзоре про HERA ARMS CQR. Повторяться не буду, ссылку я оставил в подсказках и в описании. Однако, стоит сказать, чем конкретно эта модель отличается от других приводов ICS, которые мы смотрели ранее. У PDW есть имитация отдачи, точнее, при стрельбе шторка затвора двигается. Это красиво, но практической пользы в этом никакой. Так что, если она вам не нужна, вы можете ее просто отключив. Для этого открутите от шторки зацеп для поршня. PDW-9 поставляется с двумя вариантами внутрянки. Первый со стандартной контактной группой и базовым ЦПГ. Второй, как у меня в руках, намного интересней. Во-первых, тут установлена цилиндропоршневая группа из новой линейки MasterMods. Цилиндр латунный с отверстием для ограничения объема. Поршень усиленный, с полностью стальной гребенкой. Голова поршня выполнена из алюминия 6061 на ЧПУ. Вентилируемая имеет одно уплотнительное кольцо. Голова цилиндра алюминиевая, из алюминия марки 6061. Имеет демпфер в передней части, который снижает ударную нагрузку на стенки гирбокса. Внутренний демпфер выполнен конусом, как на головах Silent типа. Нозл из алюминия марки 6061, с модной гравировкой лазером. Длина 21 мм. Таппит обычный пластиковый для гирбоксов второго типа. Мотор ICS EVO 1 на 35 тысяч оборотов. Вентилируемый. Обратите внимание на вырезы в корпусе напротив ротора. Это бонус к охлаждению. Шестерни стандартные 18 к 1, выполненные из стали. На секторной шестерне есть простейший доводчик Таппита. Пружина стальная, прогрессивная. Зачем-то покрашена в зеленый цвет. Странно, что не в красный, чтобы быть быстрее. Направляющая пружины с подшипником, быстросъемная. Камера Хопапа роторная, по форме и габаритам похожа на обычную камеру М4, но не взаимозаменяемая. Габариты тут все-таки чуть-чуть другие. Стволик алюминиевый. Окошко резинки Хопа достаточно большое и хорошо обработанное. Резинка Хопа самая простая с обычным пупырем. До вилка обычный валик. Передняя часть стенок цилиндропоршневой группы с усилениями из наплывов металла. Они должны легко держать стальные пружины. В задней части стенок цилиндропоршневой группы есть отверстие под быстросъемную направляющую пружины. Вместо контактной группы установлен блок электронного управления SSS-E2. Обратите внимание, что вся электронная начинка прикрыта внешним корпусом. Так что нечаянно повредить ее будет очень сложно. Электроника SSS-E2 имеет функции защиты контактной группы от выгорания, функцию электронного спуска, активного тормоза и, самое интересное, функцию предзвода пружины. То есть в обычном варианте, когда вы нажимаете на спуск, мотор крутит шестерни, которые взводят поршень, поршень срывается и происходит выстрел. А с функцией предзвода мотор заранее прокручивает шестерни, доводя поршень почти до точки срыва. Нажали на спуск и сразу выстрел. И только потом весь цикл работы гира. Увеличенная реакция на спуск будет полезна спортсменам, которые вынуждены дуэлиться в CQB на одиночке. Например, на спецсофт-соревнованиях. Я думаю, не нужно объяснять, почему чем быстрее привод делает выстрел после того, как вы нажали на спуск, тем у вас больше шансов обыграть противника. Еще тут есть полезная функция сброса натяжения пружины, когда привод становится на предохранитель. То есть вы всегда будете уверены, что пружина не сжата и не просядет при долгом хранении. Благодаря умной электронике тут можно запрограммировать режимы огня. Например, только одиночку или с отсечкой по три выстрела. А с помощью системы самодиагностики в случае поломки можно быстро понять, что конкретно с приводом. Как это все работает и настраивается, я более чем подробно рассказывал в обзоре на Hero Arms CQR. Ссылочки есть в подсказках и в описании. У меня на хроне PDW от ICS выдал от 115 до 119 метров в секунду и в среднем 650 выстрелов в минуту на аккумуляторе 7,4 вольта. В заключении хочу сказать, что ICS в этом году выдвинули этот привод в качестве претендента на лучший АЕК 2020 года. Соответственно, они этим приводом очень гордятся и всячески рекомендуют. Но как поведет себе этот привод в реальном применении, покажет только время и реальный опыт пользователей. Мне же про этот привод сказать больше нечего. Надеюсь, видео показалось для вас информативным и полезным. По крайней мере, я очень старался, чтобы это было так. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, не забывать подписываться на канал. Скоро будет еще много всего интересного. С вами был Евгеньевич. До скорого!